Вот сижу я такой и думаю, с чего бы начать этот видос. А начнем пожалуй с того, что это топ новостей из IT индустрии за эту неделю. А как всегда с вами Гриб и мы погнали. И открывает наш топ компания Samsung. Да-да, тот самый корейский гигант. И чем же она меня так удивила? Недавно Samsung заявили, что One UI 3.0 выйдет уже после нового года. И потом она же и вывесила список тех телефонов на своем официальном сайте, которые будут поддерживать One UI 3.0 на базе 11 андроида. И для меня достаточно удивительным было видеть такие модели, как A50, A30 и A10. Потому что эти телефоны занимают практически самые низшие места по производительности в топ подборке Antutu. И как эти телефоны потянут 11 андроид, не знаю. Но могу сказать с уверенностью, что Samsung максимально попытаются оптимизировать это все дело под их не очень мощное железо. Потому что в последнее время Samsung очень сильно поработала над оптимизацией своих приложений и оболочек для того, чтобы это все хорошо работало. Ну а мы едем дальше. А на следующем месте нашего топа разместилась фирма под названием Apple. А чем же эта фирма так отличилась? Выпустив 12-й iPhone, Apple показала миру, что в принципе она может сделать годные телефоны. Да и 11-й Pro был не таким уж и плохим телефоном. Да вот только не цена. На фоне S20 Ultra 12-й iPhone смотрится уже не так привлекательно. Но все же, 12-й iPhone мне запомнился запоминаемым красивым дизайном, который был заимствован у прошлых поколений а-ля iPhone 5s и iPhone 4. И очень богатыми материалами, такими как стекло и металл. И тут на что врывается фирма под названием Xiaomi. Не ожидали, да? И чем же она отличилась? Главный представитель фирмы Xiaomi заявил, что ми 11-й будет первым телефоном в мире, обладающим флагманским процессором Snapdragon 888. Я конечно был удивлен, когда узнал, что следующий Snapdragon так будет называться, ибо в Китае 3 восьмерки считаются счастливым числом. И видимо, чтобы угодить к Xiaomi, Snapdragon именно так назвали этот процессор. Все-таки китайские клиенты дают о себе знать. А мы едем дальше. Компания Google недавно представила в их флагманской линейке смартфонов Pixel новую модель под названием 5. И теперь это не такой уж и флагман. Почему? Потому что там нет защиты от воды, там пластиковый корпус. Но в СНГ странах он продолжает продаваться по ценнику в 1000 долларов. Браво, Google, браво. Но все же, он не такой уж и плохой. Если будете в Штатах, то можете в принципе прикупить себе парочку. Потому что они начинаются от 600 баксов. И топ-подборку закрывает фирма под названием AMD. Выпустив в линейке Ryzen аж пятое поколение процессоров, они закрывают наш топ. В принципе, это все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok